Первой чернобыльской гостинице еще не присвоено ни одной звезды. Впрочем, любители экстремального туризма едут в зону отчуждения не за комфортом. До сих пор там проводились только вертолетные и автобусные экскурсии. Теперь же есть где переночевать. Первый хостел с видом на Чернобыльскую АЭС открыл двери для постояльцев. Арсен Цымбалюк оценил удобство. Пахнет свежей краской. Классическое четырехэтажное общежитие советского типа превратили во вполне современный хостел. Тур по гостинице проводит директор Чернобыльского спецкомбината. Наш хостел Полиссия. Полиссия это условное его название в связи с тем, что мы живем здесь на Полиссии. Полесская земля, поэтому вот так решили его обозвать, назвать. В общем-то всем понравилось. Наверняка туристам нравится и стоимость проживания. Ночь 198 гривен. Это около 8 долларов. Всего в первом чернобыльском хостеле 100 мест. В день прибытия нашей съемочной группы 70 из них забронированы. Так, вот это у нас 8 местный номер. Скромно, зато чисто. Туристический потенциал зоны отчуждения только начинают осваивать. Забронировать номер в хостеле можно пока лишь по телефону, предварительно получив разрешение на посещение Чернобыля от Госагентства по делам зоны отчуждения. В скором времени у Полесья появится сайт. Впрочем, технический прогресс этому месту не чушь ты сейчас. В номерах есть душ, туалет, бесплатный интернет, а также плазменный телевизор. Бен Плац – турист из Великобритании. В зоне отчуждения обитает уже неделю. Он бывал здесь и раньше. Но чтобы добраться до Чернобыля, Бену приходилось рано утром выезжать из Киева, а вечером возвращаться обратно. Сейчас экономия времени. Гость из Англии хорошо понимает все риски и бережет здоровье. Строго придерживается всех инструкций, по территории перемещается с небольшим, но очень чувствительным радиометром. С нами всегда датчики, которые показывают уровень радиации. Поэтому, где бы мы ни ходили, мы чувствуем себя в безопасности. Представляете, как интересно увидеть, какой была Украина в советское время. Мы видели реактор, находились совсем близко от него. Там идет непрерывная стройка. Это удивительно. С балкона хостела открывается живописный вид на зеленый город. 30 лет назад, до аварии, здесь обитали 13 тысяч человек. Сегодня Чернобыль практически заброшен. Ныне его жители – несколько тысяч работников инфраструктурных объектов и атомной станции. Паня Катерина дает ориентиры на местности. Станция направления прямо и Припять. Сколько километров? 30 километров до Припяти и 20 до станции. Город-призрак Припять совсем рядом. Еще ближе – сама Чернобыльская атомная электростанция. Мы решили проверить радиационный фон в этом здании. Радиометр показывает 0,13 микрозиберта в час. Это даже меньше, чем в центре Киева на Крещатике. Но как на Крещатике? По Чернобылю не походишь. Передвигаться можно лишь со специально обученным сопровождающим – сотрудником зоны. К растениям и предметам на улице лучше не прикасаться. Ходить по дорогам и никаких тропок. Чернобыльскую зону за год посещают около 10 тысяч туристов. Большинство составляют украинцы и поляки. После начала войны в Донбассе россиян стало совсем мало. Их опередили даже австралийцы. Все туристы, говорят, неприхотливые. Понимают, куда попали. Они же знают, куда они едут. Они едут в зону отчуждения. Кто-то там просит виски, допустим, да, где можно купить. Ну, то, что мы имеем в магазинах, то имеем. Поэтому, ну, довольствуются тем, что есть. Паня Катерина смеется. Некоторые приезжают в поисках чудовищ и мутантов, но не находят. Сюда, говорят местные жители, нужно ехать не за приключениями, а за знанием. Чтобы понять и ощутить возможности так называемого мирного атома, достаточно один раз увидеть. Арсен Цимбалюк, Дмитрий Клименко, RTVI, Чернобыль.